Валерий Анатольевич Рубаков Это то, что космология и астрофизика сегодня однозначно нам говорят, что кроме обычного вещества, кроме известных нам частиц, во Вселенной присутствует то, что называется темная материя. Темная материя – это массивные частицы неизвестной природы, мы пока не знаем, это, собственно говоря, в этом задачке состоит. Частицы неизвестной природы, которые, единственное, что мы про них знаем, что они не участвуют в электромагнитных взаимодействиях, они не поглощают, не спускают свет, надобранная темная материя, но испытывают те же самые гравитационные силы, как и обычное вещество. То есть они участвуют в гравитационных взаимодействиях, так же, как обычное вещество, удовлетворяет закон Ньютона и так далее. Таких частиц, таких новых частиц темной материи во Вселенной много. По массе их в пять раз больше, чем обычного вещества. И все это свидетельствует о том, что наших сведений, наших знаний о том, как устроен мир, как устроен мир элементарных частиц, недостаточно для того, чтобы описать нашу Вселенную. Есть что-то другое, и в этом задача, это вызов для физики элементарных частиц, зарегистрировать эти частицы, узнать, что это такое, как они взаимодействуют, помимо гравитационных взаимодействий, какие у них массы и так далее. Я, правда, должен оговориться, что я буду рассказывать про темную материю, частицы темной материи, предполагая, что эти частицы – это что-то вроде элементарных частиц. Хотя есть другие возможности, например, черные дыры. До сих пор не исключено, что темная материя, темная масса – это масса черных дыр, но почти исключено. Черные дыры, как темная материя, почти исключены астрофизическими, космологическими наблюдениями, детекторами гравитационных волн. Вы знаете, что недавно были открыты гравитационные волны слияния черных дыр, так вот этих слияний маловато для того, чтобы описать темную материю. Так что это одно из свидетельств того, что черных дыр, похоже, недостаточно для того, чтобы объяснить всю темную материю, но пока такая возможность не исключена, я ее не буду рассматривать. А теперь давайте поговорим поподробнее. Значит, прежде всего, астрофизические наблюдения говорят нам о том, что в галактиках, в скоплениях галактик, имеется темная материя, недостающая масса. Что массы вещества, обычного светящегося вещества, совершенно недостаточно для того, чтобы объяснить, например, движение звезд вокруг центра галактики, особенно удаленных звезд. На периферии галактики звезды вращаются гораздо быстрее, чем должны были бы вращаться. Это означает, что в центре галактики и на периферии галактики есть много несветящегося материала. Теперь, ну и аналогичные есть результаты из изучения скоплений галактик. Поэтому астрофизика нам точно говорит, что есть много несветящегося вещества, материала, но она прямо не говорит о том, что это не обычное вещество. И есть отдельный вопрос, может ли темная материя состоять из обычного вещества. Вот если бы шла речь только об астрофизике, то можно было бы накидать кирпичей в галактику, и это бы, как говорится, обычных нормальных кирпичей. И эти кирпичи отлично были кандидатами на роль частиц темной материи, планеты. Это неверно, такого допустить нельзя. Хотя космология это запрещает. Космология нам однозначно говорит, что есть темная материя необычного происхождения, не из обычных частиц сделанных. Откуда это берется? Космология вообще сейчас очень такая информативная наука стала. И космология прямо измеряет и концентрацию обычных веществ, обычных частиц, как говорят, барионов, протонов, нейтронов, и концентрацию темной материи. Массу темной материи. Откуда это берется? Это берется из двух вещей, из двух результатов. Один из этих результатов относится к первичному нуклеосинтезу, а другой к реликтовому микроволновому излучению. Вот такие страшные термины. Сейчас я попробую объяснить, что это такое. Но прежде чем говорить о вот этих двух методах измерения концентрации материи, пару слов о Вселенной. Вселенная расширяется, как мы с вами знаем. Расширяется сегодня, она медленно. Она расширяется так, что все расстояния в ней увеличиваются вдвое примерно за 10 миллиардов лет. Расширение очень медленно. В прошлом Вселенная расширялась гораздо быстрее. Настолько быстро, что все расстояния увеличились вдвое за секунду. Представьте себе, раз, секунда прошла, хоп, все расстояния увеличились вдвое. Такое было. Это первое. И второе. Мы знаем про Вселенную, что она теплая. Что есть реликтовое излучение микроволновое с температурой 2,7 градуса Кельвина. Отлично измеренная. И сейчас я о нем несколько слов скажу. И это означает, что в процессе расширения Вселенная остывала, значит, что в прошлом она была гораздо более горячей и, конечно, гораздо более плотной, чем сегодня. Плотность в ней была очень высокая. А из расширения, конечно, Вселенная остыла так же, как это происходит с обычным газом. При расширении она остывает. Так вот, теперь возвращаясь к тому, как космология измеряет концентрацию обычной материи и темной материи. Значит, первое, это вот первичный нуклеосинтез. Это время, когда происходили термоядерные реакции у Вселенной. Такая была высоченная температура. Речь идет о температурах 10 миллиардов градусов или 10 миллиардов градусов такого масштаба. Значит, при таких температурах у Вселенной происходили термоядерные реакции, примерно такие, как в Солнце происходило. И образовывались легкие элементы. Вот как раз в это время начало этих реакций было тогда, когда возраст Вселенной был всего одна секунда. И расширялся она с темпом так, что удвоение расстояния происходило за секунду. Так вот, в это время образовывались легкие ядра, дейтерий, гелий-4, немножечко лития, и на этом все заканчивалось. Все остальные ядра образовались уже позже. И, конечно, вы можете рассчитать, сколько таких легких ядер должно образоваться. Потому что вы знаете ядерную физику, и вы знаете, как расширялась Вселенная из законов общей теории относительности. Единственный параметр, который входит в результат расчета, это концентрация протонов и нейтронов, которые вместе объединяются словом барионы. Концентрация барионов. Это единственный параметр. И, зная, измеряя концентрацию этих легких элементов сегодня астрономическими методами, вы определяете, сколько же имелось тогда и сегодня вот этих самых обычных барионов, протонов и нейтронов. И ответ такой, что масса, измеренная в энергетических единицах, mc2, для современных барионов составляет приблизительно 5% от полной энергии у Вселенной. 5%, запомнили. Второй способ основан на том, что когда Вселенная была очень горячая, то вещество в ней находилось в состоянии плазмы. Электроны отдельно, протоны отдельно. Плазма для электромагнитного излучения непрозрачна. Для фотонов непрозрачна. Фотоны рассеиваются на этой плазме очень активно, на свободных электронах, и плазма делается непрозрачной. Но, когда Вселенная расширялась, температура уменьшалась, когда она уменьшилась примерно до 3000 градусов Кельвина, всего-навсего, значит, произошел переход из плазменного состояния в газообразное. То, что называется научным термином – рекомбинация. Но смысл такой, что электронные протоны, в основном протоны тогда были, соединялись и образовывали газ нейтральный водород. Нейтральный водород был очень разреженный, и он был прозрачен для фотонов. И вот как только образовался нейтральный водород вместо плазмы, вот тут фотоны, которые были, конечно, в среде горячей, как везде в любой горячей среде есть электромагнитное излучение, это электромагнитное излучение полетело свободно, и оно потихонечку краснело, остывало, и дошло до нас как реликтовый фон с температурой 2,7 градуса Цельсия. Что мы тем самым имеем? Мы имеем источник информации, вот эти фотоны, о том, какая была Вселенная, когда ее температура была 3000 градусов, а, соответственно, время жизни составляло 380 тысяч лет. А сегодня я замечу возраст Вселенной 13, почти 14 миллиардов лет, 13,8 миллиардов лет. Значит, юная Вселенная, горячая, и мы имеем фотографию этой Вселенной, буквально, потому что измеряя эти реликтовые фотоны, в зависимости от температуры от направления на небесной сфере, мы имеем буквально фотографию этой Вселенной, как она была во время, вот в юном возрасте и в горячей ситуации. Значит, эта фотография сейчас здесь изображена, но, конечно, невооруженным взглядом тут мало чего можно увидеть, как всякую фотографию, сложную достаточно, ее надо расшифровывать. И вот оказывается, что эта фотография чрезвычайно информативна, что по этой фотографии можно определить и содержание барионов, протонов, нейтронов, обычного вещества, и содержание темной материи. И выясняется, что, значит, эти два разных метода совершенно, они сходятся друг с другом отлично и дают такую вот картинку. Вот она здесь изображена. Это то, из чего состоит энергия в современной Вселенной. Значит, большая часть темной энергии, так называемая, про нее я говорить не буду, про нее вообще очень мало чего можно сказать определенного. Темная материя, ее примерно четверть по массе или по энергии, по энергии, по энергии четверть, и остальные 5% это, значит, обычные вещества, барионы. Причем я замечу, что звезд всего еще на порядок меньше, всего полпроцента. Полпроцента барионов содержится в звездах, а остальные барионы, они образуют газ, либо нейтральный, либо ионизованный газ в скоплениях галактик. Вот такая картина. Значит, есть темная материя, она не обычная, она не барионная, это не протоны и не нейтроны, это, еще раз, может быть черные дыры, но, скорее всего, это, значит, электрические, нейтральные, массивные частицы, новые, которые, про которые мы знаем, что они взаимодействуют так же гравитационно, как обычное вещество. Значит, важно, что эта темная материя для нас оказалась очень полезной. Значит, образование галактик и скоплений происходило следующим образом. Темная материя, еще очень-очень давно, еще до рекомбинации, начинала потихонечку образовывать сгустки. Она образовывала сгустки, и они, это были протогалактики. Те гравитационные ямы, которые появлялись, когда образовывались эти сгустки, или, другим словом, гравитационное протяжение этих сгустков, в конце концов, притянуло и обычное вещество барионное туда же. И в результате падения в эти гравитационные ямы, в результате притяжения этих сгустков темной материи, обычного вещества, и образовались видимая часть галактики, звезды, ну и, в конце концов, мы с вами. Если бы темной материи не было, то ничего подобного бы не произошло. Никаких галактик, никаких звезд, ничего бы не образовалось. Мы с вами тут разговариваем, благодаря тому, что во Вселенной с самого начала присутствовала небарионная темная материя. Значит, конечно, это все теоретически, ну, с большими или меньшими трудностями, но теоретически это все изучается и моделируется. Тут довольно много численных расчетов, сейчас это особенно популярная история. И, конечно, ответы, как распределены галактики, сколько их во Вселенной, эти ответы зависят от того, как устроена эта темная материя. В частности, от скоростей этих частиц. И выясняется, что темная материя состоит из медленных частиц. Она нелетивистская, скорость этих частиц, гораздо меньше скорости света, были на очень-очень ранней стадии эволюции Вселенной. На очень-очень ранней стадии расширения Вселенной. Ну вот теперь, собственно, мы подходим к физике элементарных частиц. Нам известны элементарные частицы, все изображены вот на этой картинке. И я про них подробно говорить не буду. Это заряженные частицы, электрон, его более тяжелые партнеры, мион, тал, лептон. Это нейтральные частицы, но очень-очень легкие. И кварки, из которых состоят, протон, нейтрон, это Уиде, кварки. Их более тяжелые партнеры, тоже заряженные, тоже массивные, и тоже участвующие в сильных взаимодействиях, так же, как и кварки. Есть, конечно, античастицы, и есть еще набор частиц, которые осуществляют взаимодействие. Это WZ-бозоны, это фотоны, известные нам, ну и их аналоги. Бозон Хиггса, конечно, еще одна частица, которую мы знаем сегодня, она открыта в 2012 году в Церне. Это еще одна частица. Значит, среди этих частиц нету кандидатов на роль частиц ионной материи. Еще раз, эти частицы должны быть электрические, нейтральные, и стабильные, конечно. Они не должны распасться за время жизни Вселенной. Кандидаты могли бы ли быть нейтрино, действительно нейтральные электрические частицы, действительно стабильные, с хорошей точностью. И, в принципе, они могли бы быть темной материи. Но нейтрино очень легкие. Они взаимодействуют с обычным веществом, с электронами, с фотонами, с фотонами в конечном итоге. И они имеют более-менее такую же температуру, как обычное вещество. А это значит, что они очень быстро движутся, двигались. Когда температура вещества Вселенной была очень высокая, эти частицы, нейтрино, двигались очень быстро, с огромными скоростями, с реветивистскими, и никаких сгустков нейтринная среда не может сделать. Поэтому нейтрино не годятся на роль частиц темной материи. Они не умеют создавать сгустки, из которых потом образовались галактики. Нейтрино не годятся. Ну вот теперь мы попадаем в область гипотез, потому что природа темной материи, что это за частицы? Это сегодня гипотезы. Значит, они должны быть стабильны, они должны слабо взаимодействовать с веществом, и точно должны быть электрически нейтральными, и взаимодействовать гравитационно так же, как обычные частицы. Должны иметь массу, другими словами. Все, больше мы не знаем о них ничего сегодня. И, например, масса этих частиц, опять в энергетических единицах МС квадрат, может быть любой в интервале от, ну, страшно сказать, 10 минус 22 электрон вольта, это даже я не знаю, с чем сравнить, и до, наоборот, громадной массы, 10,19 ГФ, 10,28 электрон вольта, 50 порядков разброс, разрешенный в массе. В любом месте может быть масса этой частицы, темной материи. Я замечу, что масса протона в этих единицах – это 1 ГФ, и это как раз где-то посередине, между 10 минус 2 электрон вольт и 10,19 ГФ. Сегодня ничего более удачного сказать про эти частицы невозможно. Нет никаких экспериментальных данных. И это, конечно, вызов. Вот почему я сказал, что это вызов для физикой элементарных частиц. Есть новые элементарные частицы, но что это за частицы, мы не знаем, и не знаем, как их искать. То есть не то, что не знаем. Если мы сделаем какие-то гипотезы, и я о них сейчас поговорю, то, конечно, мы скажем, и как пытаться искать эти частицы темной материи. Ну вот популярная гипотеза такая, что это частицы с массами где-то в районе 10 ГФ или 1000 ГФ, 10 или 1000 масс протона, все-таки взаимодействующие с обычным веществом, хотя и весьма слабо. Ну и если такое предположение сделать, и более аккуратно сказать, как они взаимодействуют между собой и с обычным веществом, тогда вы правильно предсказываете массу, массовую концентрацию этих частиц сегодня. Мы знаем, сколько их сегодня. Их по массе, по энергии, одна масса протона на кубический метр. В одном кубометре, если бы это были протоны, или частицы с массой равной массе протона, в одном кубометре среднего Вселенной была бы одна такая частица. И, соответственно, мы знаем массу, плотность массы этой темной материи, и она получается правильной, если вычислять, считая, что это довольно тяжелые частицы, потяжелее протонов 10 или там тысячу раз, и все-таки взаимодействующие с веществом. Эта гипотеза, ну, прежде всего, хороша тем, что вы хоть что-то про них предсказываете, а во-вторых, эта гипотеза интересна тем, что частицы с массой в тысячу раз больше, чем масса протона, тысячи ГФ, ТЭФ, это такие частицы, которые могут образовываться на ускорителях, на коллайдерах. И эти частицы тем самым можно пытаться рождать на коллайдерах, сейчас об этом скажу. Значит, сколько таких частиц? Ну, сегодня вот здесь вот вокруг нас болтается, ну, от тысячи до десяти тысяч таких частиц. Такого примерно на кубический метр. Значит, они вот тут вот прямо вокруг нас летают, но они настолько славно взаимодействуют, что мы их не замечаем. И более того, их зарегистрируют даже очень трудно. Значит, ну и как искать? Искать, значит, эти частицы такого сорта называются английским словом ВИМП, Слава Виклий Интерректный Массив Патикл. И как искать эти ВИМПы? Значит, эти ВИМПы можно пытаться искать буквально так, что они летают вот здесь. Они иногда все-таки сталкиваются с нашими ядрами, обычными, с обычным веществом, отдают им часть своей кинетической энергии. И тем самым эти ядра начинают двигаться, у вас появляется энергия. Надо взять большой детектор и ждать, когда в нем выделится немножко энергии от того, что туда прилетела частица темной материи и ступнула по ядру. Энергии мало выделяется, и события чрезвычайно редки. Тем не менее, уже давно идут попытки обнаружить частицы темной материи вот по такому эффекту. Вот те частицы, которые летают вот здесь вокруг нас. Но это надо делать, конечно, в условиях сильно пониженного фона всевозможных. Надо уходить глубоко под землю, чтобы снизить фон космических лучей, которые на нас сыпятся. Надо иметь сверхчистые изотопы и так далее. Но это давно идет такая гонка. Пока не увенчалась успехом. Я вот здесь показываю один из экспериментов, который на сегодня, ну, один из лучших экспериментов. Ксенон 1Т, однотонна. Это международный проект, который делается в лаборатории Гранд-Сасса. Это тонна чистого ксенона, сверхчистого очищенного ксенона. Вот здесь показана, значит, внизу, это целая система очистки, целый завод по очистке этого ксенона. Это тонна ксенона, помещается, значит, на нее смотрят детекторы, которые смотрят, что в этом ксеноне образуется вдруг ни в стороне всего одно из ядер ксенона, полетело с некоторой скоростью, выделилась энергия. Это один способ. Таких экспериментов немало, но до сих пор ни один из них не принес однозначного результата, хотя время от времени всплывают, конечно, слухи или сообщения о том, что якобы найдены кандидаты на частицы темной материи, на события, связанные с частицами темной материи. Но однозначно это... Вот недавно как раз ксенон один тест начал говорить, что они что-то там видят. Ну, еще один путь, я уже сказал, это искать частицы темной материи, непосредственно их рождать на ускорителях. И здесь, конечно, самый главный игрок это Большой Адронный коллайдер в Церне, международный проект, где участвуют все страны, в том числе Россия такое весомое вполне участие принимает. Это ускоритель, коллайдер, где протоны сталкиваются лоб в лоб. У каждого протона по 7 ТЭФ, сейчас 6,5 ТЭФ у каждого протона. И на таком коллайдере вы можете рождать все возможные частицы, в том числе частицы темной материи. И это одна из главных задач для этого коллайдера. Ну, пару слов о коллайдере. Значит, это кольцо, наполненное сверхпроводящими магнитами. Значит, есть 4 эксперимента, и вот на задачи, связанные с физикой наиболее высоких энергий, нацелены 2 из них, Атлас и СМС. Значит, вот так схематически это все выглядит. А если посмотреть на туннель этого кольца, вот он так выглядит, этот туннель. Длина его 27 километров. Это, конечно, серьезная машина, как вы понимаете. 1600 сверхпроводящих магнитов с максимальным магнитным полем 8 ТЭСЛ. Это очень высокое магнитное поле, максимально для такого объема, который можно достичь на сегодняшний день. Гигантское количество всего на свете, 96 тонн жидкого геля. Самое-самое с запасом, самая гелий-емкая установка. Ну и вот масштабы детекторов. Это сравнительно небольшой детектор здесь покажен, с торца. И вот в желтой каске внизу вы увидите человека. Вот такой масштаб этого детектора. Это бочка. Он выглядит как бочка. Это крышка этой бочки. Дальше идет, значит, эта самая бочка продолжается. Соответственно, еще большего размера, но ее сфотографировать нельзя, невозможно. И Атлас еще больше. Детектор Атлас еще больше. И народу там работает на каждом из этих экспериментов типа трех тысяч физиков. Только физиков. Такое серьезное предприятие, уже дающее много интересных результатов. В частности, был открыт бозон Хиггса. Ну вот, как бы выглядело бы в этом детекторе образование новой частицы. Ну вот, у вас есть столкновение, образуется много всяких частиц столкновений протонов, но образуются и высокоэнергетичные частицы. Энергию каждой из этих частиц вы измеряете. Вы знаете, что это за частицы. Электрон, это протон, фотон, значит, или мизон какой-нибудь. Измеряйте энергию частиц. Если вы видите, что у вас образовалась новая тяжелая частица, то в ее распаде должны образовываться высокоэнергичные обычные частицы. И вот красные треки здесь, вот так бы выглядели, выглядели бы треки от этих высокоэнергичных частиц. Ну, это еще один путь. Опять, не приведший пока к успеху, к сожалению. До сих пор нету сигнала от темной материи, от частиц темной материи. И все сильнее и сильнее, надо сказать, вот эта гипотеза ВИМПов становится запрещенной. Все труднее и труднее вывязать экспериментальные ограничения с теоретическими предсказаниями. Пока это еще не запрещено, но где-то уже начинает быть запрещено. Есть непрямые поиски. Тоже интересная история. Частицы темной материи, вот X они здесь обозначены, могут собираться в центре Земли, в центре Солнца, и там у них большая плотность, они начинают аннигилировать. Аннигилировать, превращаться в обычные частицы. В конце концов, излучая нейтрино. Нейтрино замечательная частица. Она летит из центра Солнца, совершенно не замечая вещества вокруг. Она вылетает, как будто бы Солнце было пустое, прозрачная для нее. Она вылетает, и все-таки можно пытаться искать, значит, эти нейтрино, регистрировать эти высокоэнергичные нейтрино на специальных установках, которые называются нейтринные телескопы. Они предназначены много для чего, в том числе для поиска темной материи. Вот здесь я показываю картинку. Это картинка Байкальского нейтринного телескопа, какой он был примерно год назад. Это для масштаба нарисована Останкинская телебашня. Это набор таких гроздьев фотомножителей, которые просматривают воду и пытаются искать сигналы, обусловленные тем, что в этот телескоп залетела нейтрино, высокая энергия. Сейчас таких кластеров нейтрия опять уже, он хорошо развивается, этот телескоп. Вот тоже международное предприятие, международный эксперимент, где основную роль играют физики из нашего института и Объединенного института ядерных исследований. Ну и можно пытаться искать продукты аннигиляции и в космических лучах, в космосе. Например, частицы темной материи могут давать электрон-позитронные пары. Ну электронов полно летают в космосе, а позитронов уже не так много. И антипротонов тоже не так много. И поиски темной материи идут в космосе с помощью специальных аппаратов, специальных детекторов. Я тут обозначаю помело, и АМС это АМС это детектор на международной космической станции. Большой детектор для космоса. Ну и наконец, гамма-телескопы есть, которые пытаются обнаружить гамма-кванты, фотоны, которые тоже образуются в результате аннигиляции частиц темной материи или распада частиц темной материи. Опять есть много, как видите, попыток разнообразных зарегистрировать частицы темной материи. До сих пор они никакому успеху не привели. Но это совершенно необязательно. Вот эта гипотеза ВИМПов, тяжелых массивных частиц, она совершенно необязательно правильная. Может быть, они легкие, эти частицы. Тоже есть свои плюсы у такого предположения, у такой гипотезы. И в частности, это мог быть новый тип нейтрина, который физика называет стерильным, потому что эти частицы не участвуют вообще ни в каких взаимодействиях, известных нам, кроме гравитационных. Чуть-чуть взаимодействуют с существом, и их тоже можно пытаться искать, и их ищут. И здесь сегодня лидер это установка Троицк-Нью-Масс, в Троицке, понятное дело, это уже часть Москвы на сегодняшний день. Там уже давно есть очень интересная установка по поиску массы нейтрина. Она изначально использовалась, а сегодня она используется для поиска вот этих вот новых стерильных нейтрина в распаде Трития. А этой изображена ее, условно говоря, следующая стадия, это ее сестрица Катрин, которая, значит, в Германии сейчас работает. И это вот то, что здесь нарисовано, это не фотомонтаж, это реально такой детектор, такая бочка здоровенная. И эту бочку, вот ее с большим трудом везут на место, куда ее устанавливают в Корс-Рой, Германия. Здесь это тоже международная коллаборация, европейская, наше хорошее участие принимают люди, которые занимаются в Троицке, и американцы. Так что это, так сказать, такая, снова, это вообще физики лимитарных частиц, международная коллаборация, это, пожалуй, основной способ добывания знаний. Ну и, наконец, последний кандидат, о котором я хотел сказать, это Аксион. Это, наоборот, совсем легкая частица. Частица гораздо легче, чем даже обычная нейтрина. И, несмотря на то, что она такая легкая, она настолько слабо взаимодействует с веществом, что она остается нелитивистской, что она нелитивистская и рождается в ранней Вселенной, и до сегодняшнего дня летает практически с нулевыми скоростями. Говорят в этой связи о Базейнштейновском конденсате. Вот кто слышал такое слово? Это Базейнштейновский конденсат, конденсат частиц, которые движутся практически с нулевой скоростью, имеют нулевой импульс. Такие частицы, они тоже здесь должны быть, они тут есть, их много, масса-то маленькая, у этого Аксиона, значит, этих Аксионов очень много, они летают здесь, и свойство у них такое, что они умеют в магнитном поле превращаться в фотон, конвертировать. И фотон этот, это электромагнитная волна с радиочастотой. И это совершенно другой тип эксперимента, где вы пытаетесь, берете резонатор, помещаете его в магнитное поле, и ждете, когда в этом резонаторе появится электромагнитное излучение. Вот вдруг, ни с того, ни с сего, из пустоты, конечно, аккуратненько, значит, избавляясь от всевозможных шумов, вы видите, что у вас вдруг появляется, хотели бы видеть, не видят пока, появляется электромагнитное излучение в резонаторе, вдруг ни с того, ни с сего. Значит, опять, красивая очень идея, эти вот возможности, о которых я говорил, гипотезы, они довольно хорошо обоснованы теоретически, это не просто частицы какие-то с потолка взятые, а как-то они вроде бы полезны для теории, для объяснения всяких других свойств, помимо темной материи нашего мира, но на сегодняшний день ни один из этих экспериментов не дал положительного результата. Ну вот я завершаю, и завершаю я тем, что природа темной материи, это, конечно, на сегодня одна из главных загадок и вызовов для физики элементарных частиц, физики микромира. Значит, я оптимист по жизни, и думаю, что эта загадка будет разрешена в обозримом будущем. Правда, я не готов сказать, когда именно, потому что у меня было лет 15 назад, я предсказал, что масштаб 10 лет для открытия этой частицы темной материи, за 10 лет ее не открыли. Поэтому сейчас я постерегусь сказать, когда откроют частицы темной материи, но я думаю, все-таки, тем не менее, что это масштаб десятилетия. И, конечно, это будет важнейшим открытием 21 века. Мы сильно продвинемся в понимании и Вселенной, и микромира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok